МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чистый город, но не везде и не для всех. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе я расширила географию дежурства. Взяла точку в пригороде. Недалеко от поселка Эрхирик не заметить свалку невозможно. Здесь ее площадь достигает в несколько гектаров. Причем половина мусора уже под землей. Сколько лет существует эта свалка? Я даже не скажу, лет 10. Ее сравнивали и что только не делали. Причем в этом году стало еще гораздо более хуже, чем было до этого. Прямо вот так с окна выкидывают? С окна могут. Могут прямо подъезжают, они выбрасывают грузовиками, машинами заезжают. Производится работа по определению объема вывоза ТКО. Какой объем может вывести подрядчик с той организацией? В бюджете на устранение свалок в Бурятии заложено 20 миллионов рублей. Срок до конца года. Но здесь, по словам специалистов министерства, обещали убрать до конца весны. Мы же вам предлагаем, дорогие телезрители, следить за обещанием и отправлять фото и видео. Как и наши подписчицы в Инстаграм. Вот свалка находится прямо в жилой зоне. Это микрорайон мясокомбинат. Как с прошлого года не вывозили, не вывозили. До сих пор 24-й дом. Первый дом, Малахойская улица. Ждем месячника чистоты в поселке Орешково. Здесь мусорная инсталляция находится недалеко от водоколонки. Если сравнивать со всей улицей, то площадь засорения здесь довольно-таки большая. Там пустырь, так сказать, ничья не разграниченная территория. Мусор там имеет место быть. Но мы сейчас в рамках месячника чистоты, который идет у нас в городе совместно с жителями прилегающих домов, в том числе многоквартирных и частных. На следующей неделе у нас запланирована большая экологическая акция. В том числе и возле вот этой водоколонки мусор будет убран и вывезен комбинатом по благоустройству на полигон. А вот и первый результат. Площадку в поселке Орешково расчистили от груды песка. Сразу после нашего сюжета. Напомним, как было. Ну, бывает и пыль. Так это везде по всему городу. Что здесь, что ли, только? Посмотрите, везде насыпано, и никто его не убирает. Пыль-то, конечно, сказывается на воздухе, все это поднимается, грязь. Лучше стало, чище. Благодарим вас, конечно. Старайтесь для людей, для общества. Есть результаты на улице Красноармейска. Подробнее в рубрике «Народный контролер». Мусор мы весь уберем. Там проблема в чем? Там с контейнерной площадки все летит. И там лица без определенного места жительства частенько за этими гаражами скапливаются. Ну и туда стаскивают с близлежащих контейнерных площадок мусор. Некоторые машины прямо садятся днищем, потому что невозможно ни объехать. Каждый день здесь проходит столько маршрутов. Вы представьте, 113-й, 115-й, 114-й, 128-й. Все здесь проезжают. Этот участок дороги у нас вошел в текущем году в план мероприятия по безопасности и качеству ремонта дорог. Ремонт будет делаться от торгового центра «Мед» и до торгового центра «Барис». Ориентировочно в 20-х числах апреля уже приступают к этим работам. Будет полностью замена дорожной одежды в проезжей части, устройства тротуаров. Перекрытие будет частично по полосам. До начала работы будем содержать этот участок дороги. Этот участок дороги включен в программу на 2022 год. С этого года ямошный ремонт уже полномочий комитета городского хозяйства. Работы уже ведутся. Мы сейчас своих коллег проинформируем, чтобы они смогли запланировать эти работы на этом пешеходном переходе. Сейчас мы едем на улицу Шумятского. Там фантики и пакеты собрались возле одного здания. Чистоту не могут обеспечить три коммерческие организации. Смотрите. Вон, убрали, накрывается. Кто убирал? Японскую кухню вот здесь они. Все было убрано. Позавчера буквально все было чисто. Вчера был ветер. Из этой мусорки все дует. Собаки таскают также мусор. Вы будете еще убираться здесь? Конечно. Сейчас вы тут женщины. У нас смены есть, которые убирают здесь. Что еще раз? Все убирается регулярно. Четыре года живем, четыре года вот это безобразие творится. Мы как-то ходили, спрашивали в банк, в цернажерный зал. Такие большие эти учреждения. Мы сами будем убираться. Мы хотели как-то предложили, может быть, нас возьмете, дедом вдвоем. Нет, мы сами будем убираться. В чем причина? Вот неделя прошла, а вы территорию убрали. А какую конкретно территорию? Вот, в которой у вас здесь. Но нам... Которая относится к вам. Десять метров от... Сейчас, одну секунду. Я уточню, какая территория нам принадлежит. Я получила информацию, то есть наши... Наша территория – это десять метров от нашей организации. И сейчас, на данный момент, мы ждем дворников. Где-то дворников? Да. Вы все-таки знаете, что требуется уборка, да? Да. Нам сообщали. Ну, да, сообщали. Справа будет однозначно. Здесь уже без протокола не обойдемся. Как повлиять на ситуацию, если все-таки организация против уборки? Во-первых, нужно определить границы территории. И напомнить, видимо, что ждет несублюдение правил благоустройства. Кстати, об этом более подробнее расскажет наш эксперт. Правообладатели земельных участков несут ответственность за содержание санитарную уборку как собственной территории земельного участка, так и прилегающей территории к данному земельному участку. Прилегающая территория оставляет 10 метров от границы земельного участка, по периметру земельного участка. Если под здание строения сооружения земельный участок не сформирован по каким-то причинам, то граница прилегающей территории определяется на расстоянии 30 метров от непосредственно здания, строения или сооружения. Периодичность уборки составляет ежедневно до 8 часов утра. Ответственные лица осуществляют уборку видового мусора, уборку сухой травы. Это не касается мест массового скопления людей, скажем так, такие как проходные места. Там уборка должна осуществляться постоянно. За нарушение сроков и периодичности уборки установлена административная ответственность. И ответственность составляет на должностных лиц в виде штрафа, на должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 60 до 100 тысяч рублей, ну и на физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей. Также необходимо обратить внимание на содержание фасадов в плане покраски, какого-то текущего ремонта фасадов. Касается абсолютно всех – домов, любых строений, сооружений. То есть собственники обязаны следить. Допустим, если частный дом, скажем, упал забор, здесь необходимо привести в соответствие забор, поднять, сделать его надлежащий вид, привести. Исключений абсолютно нет никаких. Все ответственные лица обязаны соблюдать. Кстати, еще одну заявку по улице Шумятского я получила на телефон дежурного по городу. И, как мы видим, здесь уже меры приняли. Только после нашего звонка. Проблемных точек в городе много, но не все обращения касаются мусора. Вопросы телезрителей мы отправили в соответствующие инстанции. Ответы смотрите в следующей рубрике. Сделали обрезку деревьев в микрорайоне ПВЗ и ветки бросили. Обходить дорогу приходится через проезжую часть. Вывоз порубочных остатков запланирован на 8 апреля на 10 часов. В связи с тем, что машина крупногабаритная, компании было решено убрать все остатки за один раз. Вот это препятствие. Прыгать, скакать. Проспект автомобилистов. Цветочный магазин построил себе крылечко прямо на тротуаре. Как велосипедистам проезжать? Или с коляской прыгать через крыльцо? Специалист выехал, на месте все посмотрел, нафиксировал. С менеджером переговорили. Оставили требования, что надо нарушение обещать. Новая лестница недалеко от мемориала Победы ведет к детской библиотеке. Выглядит так, будто бы перила все это время были под водой. Почему тратят городские деньги на такое дешевое оборудование? Тут нужна проверка. Последний ремонт требовал в 2016 году. Ну, если бы мы могли бы предъявить подрядчику, срок истек уже гарантия. А в рамках подготовки 9 мая все необходимые работы будут сделаны. Лестница будет зашкурена, перила там облезла и будут покрашены по новой. В завершение покажем эксперимент. Мы бросали мусор мимо урн и прямо в ноги прохожих. Будут ли горожане останавливать или выражать свое недовольство? Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итог. Практически все прошли мимо. Две реакции за съемку, думаю, мало. Что это? Безразличие или люди просто не хотят лезть со своим мнением в чужой огород? Впрочем, чистый Улан-Удэ – это культура горожан и работа ответственных лиц. На этой неделе под прицелы камер попали 13 проблемных точек. И на все мы получили ответы. Дежурили Саюна Бухаева, Вячеслав Цибиков, Батр Халматов. Телекомпания «Оригус». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok